Android Insider! Всем большой привет! Меня зовут Илья Кзаков, и рядом со мной лежит коробочка с Miracast-донглом от компании Prestigio. Нам ее подарили на Новый год, и, собственно, я, вот, например, совершенно никакого представления о том, что такое Miracast и зачем это нужно, до этого момента не имел. Сегодня я вам расскажу, как эта штука работает, что с ее помощью можно делать, и, конечно же, что там лежит в самой коробке. Поехали! Миракаст-донгла изображение с телефона, который лежит рядом, на данный монитор. В принципе, можно подключить и к телевизору, но телевизора у нас нет, поэтому будем подключать к монитору. Итак, кратенько по содержимому коробки. Во-первых, это, само собой, сам донгл. Он совершенно небольшого размера и напоминает флешку, ну, может быть, чуть больше обычной USB-шной флешки. Это гарантийный талон и кратенькая инструкция о том, как это работает, зачем это нужно, и, самое главное, с картинками на русском языке. Давайте разберемся. Далее провода. Во-первых, это удлинитель. Это удлинитель для HDMI. Если, допустим, порты HDMI на вашем телевизоре находятся не совсем удобно, то к нашим услугам вот такой вот замечательный HDMI-удлинитель. И также, так как эта штуковина требует всё-таки питания, это HDMI, она питаться не может, нам потребуется удлинитель для USB, для того, чтобы подключить питание, но в то же время не занимать порт. Благодаря вот такому интересному USB-удлинителю мы сможем вполне рационально распорядиться нашими USB-портами на телевизоре или мониторе. Что ж, давайте попробуем подключить эту штуку. Ну, есть у нас HDMI-порт здесь, поэтому как раз воспользуемся нашим удлинителем, снимем колпачок, вставим, и, конечно же, не забудем подключить питание, потому что без питания, повторюсь, этот донгл работать просто-напросто откажется. Итак, у нас здесь загорелась белая лампочка, и всё, внимание на экран. При включении донгл издаст приятный звук, и теперь нам нужно взять в руки наш телефон с Android 4.2.2 или выше, который поддерживает Miracast, и перейти в настройки, в пункт «Экран», и выбрать там пункт «Беспроводной монитор», в котором мы уже увидим непосредственно наш донгл, готовый к подключению. Тапаем на этот донгл и ждём, пока устройство подружится. Это занимает в среднем порядка 10-15 секунд, и уже вот буквально вот-вот на экране этого монитора мы увидим то, что у меня на экране смартфона. Вот оно, вот оно прекрасно работает, и первое, что приходит в голову, зачем это вообще всё нужно, это, наверное, видео. Поэтому мы, например, можем открыть YouTube и выбрать какое-нибудь видео, которое мы можем посмотреть. Ну, к примеру, пусть это будет 27-й выпуск программы «Это интересно» на канале highnews.ru. Ну, как вы видите, всё прекрасно работает, мы можем смотреть ролики, мы можем браузить по интернету. К примеру, мы откроем браузер, у нас открыт сайт androidinsider.ru, и, как вы видите, вот я сейчас так не глядя, тыкаю в экран, всё прекрасно пролистывается, проматывается, и на большом экране мы можем видеть то, что мы видим непосредственно на экране маленьком. Это удобно, это удобно, и, знаете, самое главное это то, что непосредственно никаких действий практически от нас не требуется. Само подключение занимает, как я уже говорил, буквально считанные секунды, и мы можем видеть, мы можем буквально транслировать экран нашего Android-смартфона на телевизор или монитор. Мы можем смотреть фильмы, показывать друзьям фотографии. И, к примеру, если я сейчас попробую найти галерею, то мы можем, опять же, вывести на экран картинки, различные фотографии и прочее-прочее. Согласитесь, здорово, а самое главное просто, это просто работает, и очень приятным окажется момент цены, потому что такой донгл стоит порядка тысячи-тысячи-ста рублей. Вы можете найти его в абсолютно почти всех интернет-магазинах нашей страны, купить и пользоваться. Конечно, технологии не идеально, это стоит учесть, иногда видео подтормаживают, иногда проигрываются с какими-либо артефактами, но в 90, наверное, процентах случаев, по крайней мере из тех, что мы тестили, все работает абсолютно прекрасно, и пользоваться этой штукой можно. На этом все, дорогие друзья, напишите свое мнение о технологии Miracast, вообще знали ли вы о ней, или, может быть, услышали о ней в первый раз, пользовались ли, что думаете, и вообще ваше мнение. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok